МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. На 10% сократились наши потребительские расходы с начала года, сообщает Пермстад. То ли еще будет. А вот на чем экономить не стоит, так это на эмоциях. В студии Вечернего Вестника Юлия Калмогорова. И вот какие события дня сегодняшнего заинтересовали меня и наших корреспондентов. Смотрите прямо сейчас. Опасная находка. Во дворе жилого дома в Перми нашли артиллерийский снаряд. Из бараков в новостройку. Финансирование расселения аварийного жилья останется на прежнем уровне. У будущего есть несколько имен. Кто прославит пермскую науку? Одни мечтают найти клад, а другие находят. Правда, об исторической или материальной ценности говорить не приходится. Сегодня во дворе жилого дома по улице Героев Хасана нашли 100-мм артиллерийский снаряд. Людей пришлось срочно эвакуировать. Необычную находку обнаружила бригада работников, проводившая коммунальные раскопки у дома номер 28 по улице Героев Хасана. В траншее на глубине двух метров залегал артиллерийский снаряд. Буквально сразу на место были вызваны все экстренные службы. Позвонил у нас непосредственно начальник в МЧС. Буквально минут 10. Уже все здесь были. В ковше, да? В ковше, да. В экскаваторе. Прибывшие на место специалисты сразу отцепили территорию и эвакуировали жильцов. После обследования выяснилось, что артиллерийский снаряд калибра 100 мм без взрывателя. И находка никакой опасности для окружающих не представляет. В настоящее время взрывотехникам ОМОН ГВД России в Пермском украе она была изъята с места происшествия для дальнейшего уничтожения. Проводится проверка. Также устанавливаются обстоятельства, по которым данный снаряд мог оказаться на территории близлежащего дома. Губернатор края Виктор Басаргин поставил задачу сократить логистическую цепочку, чтобы в социальные учреждения, минуя ненужных посредников, попадали свежие и исключительно местные продукты. Кисломолочную, мясную и овощную продукцию прикамские сельхозпроизводители привезли в детский сад Кировского района. В роли дегустаторов – руководителей районных дошкольных учреждений. Сосиски молочные, категория ГОСТ, состав мяса говядины, мясо свинины, соль, специи. Пермские аграрии показывают товары, что называется лицом. На столах мясная продукция, йогурт и молоко, творог, овощи. Все это с легкостью можно найти на полках магазинов. Теперь для сельхозпроизводителей открылся новый зеленый коридор. На данный момент развиваем активно рынок сбыта и очень хотелось бы работать с нашими местными детскими садами, чтобы они кушали наше местное мясо, а не перевезенное с других районов, регионов России. Требования как к производителям, так и к продукции – самые высокие. Это и оперативность поставок, и соотношение цена-качество и ассортимент, и еще один немаловажный критерий – вкус. Я думаю, что сейчас у нас дети современные. Дома они кушают одну пищу, приходят в детский сад, мы им предлагаем другую. Мы хотим приблизить их как можно больше к домашней пище, чтобы дети съедали все, чтобы тарелки всегда были чистые, а щеки были всегда упитанные. Нужно, конечно, проводить такие акции, потому что мы активно тоже ищем, с детскими садами созваниваемся. Это хороший плюс, что здесь все собрались, да, то есть с Кировского района собрались все заведующие, большой охват, ну и, соответственно, больше можно заключить контрактов. И первые устные договоренности между образовательными учреждениями и поставщиками заключаются прямо здесь. Сотрудники детских садов уже оценили качество продукции местных производителей. Теперь главное, чтобы эти продукты, не нарушая законов конкуренции, попали на столы к детям. Соцучреждениям нужно помочь переориентироваться на местных производителей, сказал губернатор Виктор Басаргин по итогам майской поездки в районы. От краевых властей он потребовал наладить грамотную логистику, сделать закупки удобными и доступными. То, что не выращивают у нас, безусловно, ввозим со стороны, но по тем позициям, которые производятся в Прикамье, закупать только местные. Предложение уже нашло позитивный отклик. В результате выиграть должны все. Дети получат качественную продукцию, а производители дополнительный рынок сбыта. Ретис Бараускас, Андрей Соловьев, телекомпания Ветта. В прошлом году за счет различных источников финансирования в Перми было снесено 25 аварийных домов. Благоустроенное жилье получили сотни граждан. Ну а что нынче? Для кого новоселье уже не за горами? Сергей Пчельников, слесарь-сантехник, профессия, говорит, не раз выручала, но в новой квартире сантехникой полный порядок. Из старых бараков в Закамске по программе расселения аварийного жилья семья Пчельниковых переехала в новостройку на Гаеве. Квартира двухкомнатная устраивает полностью, рассказывает мужчина. Водоснабжение было и канализация были. Но в последнее время за этим никто не смотрел. Управляющие компании отказались от этого дома. То есть делали все своими силами. И канализацию, и воду. Здесь две комнаты, ванна, туалет, совместные, большая лоджия. И вот кухня, на которой мы стоим. По сравнению с то, что было там и то, что здесь, две разные. Небо и земля, так скажем. Старый дом Пчельниковых, как и другое аварийное жилье в городе подлежит сносу. Расселение аварийного жилья остается одним из приоритетов в работе городской администрации под руководством Дмитрия Самойлова. Зача перед городом поставлена федеральными и региональными властями. В 2014 году 513 семей уже переехали в новое благоустроенное жилье. В этом году ожидается, что переселят не менее 435 семей. А тем временем пустые аварийные дома идут под снос, освобождая место для будущих новостроек. Сейчас работы по сносу аварийного жилья ведутся в Орджоникидовском районе. С начала года уже было демонтировано 10 аварийных домов за счет инвесторов. Вскоре к ним добавится еще 35 аварийных построек. Как говорят в администрации Перми, работы будут проводиться по всему городу. Дома сносятся во всех районах города Перми. Вот в настоящее время мы присутствуем в Орджоникидовском районе. И вот первые три дома действительно в этом районе снесены. Здесь достаточно сложная была пожароопасная ситуация. Соответственно, мы приняли решение начать снос домов именно с этого района города Перми. Дальше мы сносим в Ленинском районе, потом в Свердловском, Дзержинском, Кировском, Индустриальном. То есть во всех районах города Перми мы в этом году будем сносить расселенные дома. Затем под ковш пойдут аварийные дома в Ленинском районе по улице Горького, 10 и 12, потом в Свердловском, Дзержинском, Кировском, Индустриальном. То есть во всех районах города Перми в этом году будем сносить расселенные дома. Всего на расселение из бюджета разных уровней, как и в прошлом году, выделено более одного миллиарда рублей. Знание прав не освобождает от необходимости порой отстаивать их. Нас призывают активно обращаться в самые разные ответственные инстанции. Но что, если проблема есть, а ответственного нет? Что делать, чтобы счастье новоселья не было омрачено бытовыми казусами? Расскажет Ритис Бараускас. Дом сдан. Управляющая организация еще не выбрана, а ТСЖ не создана. Куда же собственник убежать в случае какой-либо аварии или поломки? Временная УК неисправность купирует, но последствия и саму поломку должен ликвидировать застройщик, если, конечно, это гарантийный случай. При этом ни управляющая компания, которая на основании договора с застройщиком действует, ни вновь выбранная управляющая компания с жителями, они не несут обязательств каких-то гарантийных по ремонту этого дома. То есть это полностью в соответствии с законодательством о долевом участии в строительстве, это обязанности застройщика. Три года минимальный гарантийный срок на электропроводку, тепловые и водоносные сети, как внутри квартиры, так и на всей территории дома. На несущие конструкции, фасад, внутреннюю отделку подъезда, в кровлю, окна, гарантийный срок еще больше, минимум пять лет. Причем застройщик несет ответственность из-за последствий потопов, пожаров и иных происшествий. Для начала собственнику-заявителю разобраться, в чем причина, то есть установить виновное лицо. Если это произошло, ну, в силу того, что, да, были какие-то дефекты действительно, да, то это будет застройщик. Если в этом вина, допустим, управляющая организация или ТСЖ в неправильной эксплуатации какого-то оборудования, либо вина самого собственника, да, который неправильно эксплуатировал оборудование, тогда, соответственно, ответственность будет нести либо собственник, либо управляющая организация. Поэтому, дабы исключить разногласия в случае какого-либо ЧП, для оценки ущерба собственникам необходимо приглашать как представителей управляющей организации, так и застройщика, поскольку последние иногда могут уклоняться от исполнения своих гарантийных обязательств и перекладывать ответственность на УК или ТСЖ. В результате управленцы вынуждены производить устранение неисправностей за счет средств дома, или, проще говоря, за наши с вами деньги. Ритя Збараускас, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Воздвигнуть нерукотворный памятник в собственной персоне – удел и возможность отнюдь не только поэтов и другого рода сочинителей. Память о многих людях науки в Перми хранят названия улиц, памятные таблички, бюсты и скульптуры. Тот, кто не помнит прошлого, не имеет будущего. Но если речь идет об инновациях, жить нужно завтрашним днем. Каким он будет для нашей науки? Сюжет Станислава Уланова. Даешь инновации. Разработка собственных решений, технологий и продуктов. Запрос на все это в современных экономических условиях высок. Ученых Академии наук призывают принимать активное участие в работе по подготовке стратегии будущего развития. А кому еще строить будущее, как не поколению молодых ученых? Одна из них Кристина Бушуева. Выпускница пермского ПЕДа поступила в аспирантуру Института механики сплошных сред в 2009-м. Сегодня младший научный сотрудник в лаборатории динамики дисперсных систем. Изучает жидкости. Кристина занимается фундаментальной наукой. Впрочем, научные изыскания ее и ее коллег все же востребованы в практической плоскости. Важно понимать, куда полученный продукт пойдет дальше. И если будет вот эта вот организация, ну я не знаю, кто это должен делать, наверное, государство об этом должно думать, чтобы была вот эта вот связка. То есть, конечно же, есть компании, которые собирают у нас технику, технологии какие-то, но они работают с китайскими в том числе комплектующими. Но если эти комплектующие в какой-то момент будут производиться у нас, ну хотя бы на уровне, не знаю, полупроводниковых кристаллов, то почему нет? По словам заместителя председателя Уральского отделения Российской Академии Наук, сегодня вместе с аспирантами молодых сотрудников здесь около 40%. Молодежь удалось не только привлечь в науку, рассказывает Валерий Матвиенко, удалось вернуть те мозги, которые утекли раньше. 4-5 лет назад для меня были очень показательные такие моменты, когда ряду ребят, которых мы знали хорошо, они работают за рубежом, мы предложили просто вернуться сюда, в Россию. Это очень толковые ребята. Они вернулись и работают в стенах нашего института. Но вот те реформы, которые начались в науке, не очень однозначно воспринимаются научным сообществом, не очень однозначно. И не очень однозначно воспринимаются молодежью. Она сама и делает выбор. И понимаете, я очень боюсь, что тот процесс, который был остановлен, он сейчас может снова приобрести. Появилась на фоне этих реформ какая-то неуверенность в будущем. Пока же научные изыскания сотрудников Академии могут быть востребованы в самых разных сферах, требующих инновационных решений от медицины до производства, говорят здесь. По крайней мере, ученым есть что предложить. Вот, например, в лаборатории гидродинамической устойчивости интерферометрическая установка. Она служит для визуализации тонких структур. Проще говоря, опыты на ней позволяют понять, смешиваются ли жидкости и как это происходит. Спросите, кому это нужно? Результаты этих исследований используются и в производстве полимеров, и, например, в металлургии. Исследования на этом аппарате проводит Елена Мошева. Она пока еще не молодой сотрудник. Закончила второй курс аспирантуры. У нас с вами две жидкости – щелочь и кислота. Реакция нейтрализации. Уверенности в том, что Елена станет ученым, у нее пока нет. Сначала нужно защитить кандидатскую. Но есть желание и ответственный подход. Ответственность – качество, присущее нашим молодым ученым, особенно перспективным и востребованным. А мыслей не было уехать когда-нибудь за границу поработать? Да были, конечно. Были, конечно, и возникают периодически. Но, с другой стороны, кто-то же должен у нас работать, правильно? Станислав Уланов, Иван Ворончихин. Телекомпания «Ветта». Оставайтесь с нами, и тогда вы не пропустите «Ключи от бездны», узнаете о новых лекарственных технологиях и о дорогах. Может быть, и не новых дорогах, но всегда очень нужных нам в хорошем состоянии. С вами Юлия Калмогорова. Не пропустите очередной выпуск «Вечернего Вестника» в 21 час. До встречи. Завтра в Перми переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 27-28 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...